Майские праздники всегда самые долгожданные. И традиции у них для каждого свои. Посмотрев наш следующий сюжет, вы узнаете о том, как видновчане относятся к 1 мая, что для них значит праздник весны и труда, шанс объединиться в едином праздничном шествии или просто выходной, который можно провести с семьей, открыв заодно и дачный сезон. 1 мая в России государственный праздник, праздник весны и труда. В советское время он имел название Международный день солидарности трудящихся, а в народе его называли 1 маем. И всем от мала до велика было известно, что в этот день во всех городах и населенных пунктах проходят праздничные демонстрации, в которых обязательно нужно принимать участие. Теперь эта диалогия ушла в прошлое, но ощущение праздника осталось. Сегодня этот праздник для всех. Для меня этот праздник всегда был связан с семьей и с моими родными, с дедушкой, с бабушкой. Мы всегда, этот праздник не оговаривался, поход, парад, это всегда была радость, солнце, счастье. Ну, вот такие ощущения были. Этот праздник давно отличается и как-то вот он остался в душе таким вот весенним, радостным, многолюдным, с воспоминаниями, счастливым. Всегда как бы стараемся брать что-то самое лучшее из прошлого, да, приносить какую-то свою инициативу, позитив, потому что без позитива, вы же знаете, да, никак нельзя. Празднование 1 мая в городе Видное отличилось своим размахом и торжественностью. В центре внимания традиционное шествие, яркое, шумное. По сложившейся традиции участники демонстрации, а это более 80 трудовых коллективов района, разбились на колонны, каждая из которых представляла свою организацию и имела свои отличительные знаки. Воздушные шары, пластиковые цветы, зонтики, цветные кепки, жилеты и другое. Наша организация «Газпром ВНИИГАЗ» пришла тоже поучаствовать. Видите, у нас какие красивые шары, мы в форме все вот такой. Мы, в общем, за свою организацию очень рады. У нас все в порядке, все хорошо, и вот поэтому мы пришли все на праздник. Первомайское торжество началось с от реализованной композицией творческих коллективов и показательных выступлений воспитанников спортивных клубов и школ Ленинского района. Президиумы мероприятия заслуженные работники сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения, лауреаты премии администрации Ленинского района. Поприветствовав участников праздника, они заняли почетные места на трибуне. В праздник весны и труда мы с гордостью говорим о том, что Ленинский район – это район трудолюбивых людей, уникальных мастеров и профессионалов своего дела, замечательных рабочих династий. Чтобы усилить потенциал нашего края, сегодня как никогда важно повышать престиж рабочих профессий, возрождать преемственность поколений. Под звуки оркестров, исполнявших различные марши, на Советскую площадь проследовали украшенные колонны демонстрантов. По традиции, первыми торжественным маршем прошли ветераны, для которых 1 мая остается праздником с большой буквы. Наши ветераны – это живая история страны. Их профессиональные достижения составляют основу всего, чем гордится и славится наш район. Слава ветеранам Ленинского района! Ура! Так уже у нас завелось с детства. Мы ходили на демонстрацию еще с бабушкой, с дедушкой, с родителями. Тогда было больше народу приходило. Все были добрые. Это большая гордость, потому что тот подвиг, который сделал мой дед, тот подвиг, который сделал каждый, кто возглавляет эту колонну, вот из нас еще никто не повторил. Поэтому это великая гордость. Это наше самое большое сокровище. Для пожилых людей этот дед остается светлым и прекрасным, потому что напоминает им о самом прекрасном времени жизни – молодости. Только теперь к радости примешивается и ностальгия. Я работала на местной промышленности, и мы тоже нас организовывали, мы выходили. Было здорово, были молоды, красивы, веселы. Готовились. Это был праздник. Крик души. Я уже привыкла, я человек прежнего поколения. Считаю, что это очень-то неплохо. Мы сами ходим, и дети наши ходят, как видите, не отказываются. Демонстрация – это в истории нашей страны вообще как ностальгия по прошлым временам. И это праздник. Это просто-напросто праздник. Самой многочисленной стала колонна образовательных учреждений. Это сотрудники управления образования, директора школ, детских садов, представители учреждений дополнительного образования, ветераны педагогического труда, педагоги, учащиеся. На Советскую площадь вступает колонна муниципальных образовательных учреждений. Колонну муниципальных образовательных учреждений возглавляет заместитель главы администрации, начальник управления образования Титова Ольга Федоровна. Это сближает нас. Мы друг друга видим. Мы знакомимся с другими школами, с другими людьми. Это очень весело. Для того, чтобы дети чувствовали определенную общность с своей страной, с своим народом. Потому что труд, еще раз хочу оговориться, труд – это то, что делает человека человеком. Мы все время, дети скажут, что мы все время на уроках об этом говорим. Труд – это то, что развивает и дает возможность расти. В историю нашей страны этот день вошел как символ мира, согласия и солидарности. Он и сегодня остается праздником весеннего обновления, стремление сделать жизнь лучшим. Какое-то хотя бы где-то единение, что ли, города. Выходят жители, радуются, поздравляют друг друга с праздником, показывают средства организации, учреждения, клубы. Сплочение нашего народа российского, символизирующий стремление к светлому, к труду, к доброте, к созиданию. Вот что такое 1 мая. Всегда весело, всегда повышает настроение. Она нужна, демонстрация, для единения людей, для радости. Дети, опять же, все равно воспитываются. В демонстрации принимали участие представители предприятий и учреждений Ленинского района, труженики села, работники бюджетной сферы здравоохранения. Мы, представители доблестного здравоохранения, всегда очень активно принимаем участие в этом мероприятии. Причем принимаем исключительно искренне. И вообще желаем всем, это как первый у нас такой серьезный праздник весны, это период рассвета, поэтому чтобы все у всех было хорошо и главное здоровье. Праздничным шествием проследовала колонна строительного комплекса Ленинского района, колонна представителей малого предпринимательства, жилищно-коммунального комплекса, делегации городских и сельских поселений. Если вы посмотрите на колонну, которая идет с оплоза Ленина, это большое скопление людей, людей, которые действительно работают в разных отраслях, и в сельском хозяйстве, и в образовании, и в культуре, и в спорте, в общем-то все-все, которые трудятся на благо. Поэтому очень приятно, что такой праздник есть, и мы можем вместе пообщаться и сказать друг другу теплые слова. В числе демонстрантов – общественные, спортивные, молодежные организации района. Дворец спорта «Видное» является домашней ареной для всемирно известной женской баскетбольной команды «Спарта-НК», черехкратного чемпиона Евролегии и двукратного чемпиона России. Участники торжественного шествия радовались прекрасной погоде, делились впечатлениями и хорошим настроением. Когда приходят сюда, мне кажется, всем становится очень хорошо, очень весело, очень радостно. И поэтому, мне кажется, даже и не изменилось. А дети входят всегда с удовольствием. Очень праздничное. Очень приятно. Собраться с трудовым коллективом и отметить вместе праздник. А вы кого представляете? Центр занятости. Такие мероприятия, как Первомайская демонстрация, делают нас более сплоченными и дружными. Хорошо, что старая советская традиция не исчезла. Замечательно, положительно. Замечательно. Все хорошо. Настроение праздничное. Все хорошо. Мы за мир, труд май. Вы знаете, раньше, наверное, веселее было. Но мы привыкаем к этому празднику потихонечку. Раньше гармошки люди. Вот сейчас, видите, уже идут с барабанами. Это тоже очень интересно. Ну так весело, народ улыбается и счастлив. Самое главное. Праздничное мероприятие завершила яркая вокально-танцевальная композиция. Подмосковный наш край За звенера, струна вдалеке До чего же светло В подмосковном родном уголке Подмосковный наш край Как же песню о нем не сложить Нам здесь жить Нам здесь жить И в леги нам здесь жить Нам здесь жить Пусть всегда, везде и всюду Вам сопутствует успех И сегодня в праздник майских Будьте вы счастливей всех Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева Видное ТВ